Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш youtube канал Amarkets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграмм канал Amarkets с торговыми идеями, в котором каждый день, в том числе и выходные, мы постим и размещаем дополнительный аналитический контент вам в помощь в принятии торговых решений. Сегодня на повестке экономического календаря выступление Кристин Лагард, главы Европейского Центрального Банка. Оно состоится в 13.15 по GMT. За евро мы следим. Опять же, я ранее озвучивал свои ожидания, потому что рисковые инструменты, такие как евро, фунт сейчас будут пользоваться спросом, потому что на текущем этапе я сомневаюсь в том, что американская валюта сможет выйти на новые локальные максимумы, да и вообще в том, что доллар сможет возобновить бычью динамику. Я делаю куда большую ставку на рисковые активы, учитывая, что и ЕЦБ, который стоит за евро и Банк Англии, который стоит за фунтом, судя по всему, настроены агрессивнее бороться с инфляционными рисками, в меньшей степени думая о каких-то негативных последствиях, о которых Федрезерву приходится думать, потому что, как ни крути, развитие кризиса в банковской сфере было характерно прежде всего для американской экономики. Сегодня от главы ЕЦБ Кристин Лагард я жду повторения того, что она трижды отметила на прошлой неделе, о том, что повышение ставки не просто уместно. Это стратегия, тактика и решения, которые будут приниматься, потому что индекс потребительских цен существенно выше целевого ориентира, банковская система еврозоны стабильна, поэтому ЕЦБ может позволить себе дальнейшее ужесточение монетарной политики. Ранее ЕЦБ поднял процентную ставку на 50 базисных пунктов. Я допускаю, что на ближайших двух заседаниях ЕЦБ может пойти повторно на еще один такой же шаг, что, конечно же, создат условия для каткосрочного роста главного валютного риска и может помочь паре евро-доллар добраться до нашего целевого ориентира отметки 1.10. На стороне покупателей евро сейчас и макроэкономическая статистика. Вчерашний отчет Айфо по бизнес-оптимизму показал рост фактически индекса достиг 93,3 пунктов с 91,1 пункта. И улучшение бизнес-оптимизма фиксируется уже на протяжении пяти месяцев подряд. Ранее мы помним целый блок макроэкономических отчетов по активности производственного сектора сферы услуга Германии и еврозоны. Это, скажем, еврозоны, ну понятно, как регион, который дает нам объективную статистику и общее состояние экономической Германии, как ведущий локомотив еврозоны, тоже индикатор состояния европейской экономики. Поэтому, если сделать акцент на то, какие были индексы, значительный рост был зафиксирован в сфере услуг, что позволяет нам предположить, что и показатели экономического роста тоже будут довольно-таки неплохими. Поэтому резюмируем, друзья. Сильная статистика, более-менее стабильный финансовый сектор. Мне даже сейчас хочется больше копаться именно в проблемах американских банков, потому что там прямо они очевидны. И достаточно посмотреть на график цен многих из них. В Европе я таких проблем сейчас не вижу. Возможно, они появятся позже. Я не говорю о том, что все идеально. В европейской экономике это далеко не так. Но я предпочитаю работать с тем, что есть на текущем этапе. Когда у нас будут предпосылки и необходимо сделать акцент на какую-то проблему Европе, мы это обязательно сделаем. Но сейчас почему бы не положиться на текущее рыночное настроение и не ждать теста пары евро-доллара отметки 1.10. В пользу роста европейской валюты также говорит и рыночный сентимент. 65% трейдеров сейчас евро шортит. Идем по пути наименьшего сопротивления. То же самое из британской валюты текущей котировки 1.23.16. Это практически максимум с февраля. Рост продолжится. Я думаю, что в рамках этой недели мы с вами уберемся в сопротивление. 1.25. Это уровень, который совпадает с нашим целевым ориентиром. По поводу американского доллара 102.24 пункта. Сейчас мы видим то, что на открытии текущей торговой сессии доллар снижается, давление усиливается. Статистику по американской экономике сейчас не имеет смысла анализировать. Ну, во-первых, каких-то стоящих важных релизов не было. Во-вторых, те отчеты, которые публиковались в последние дни, они как бы взаимоустранились. Заказы на товар длительного пользования. Снижение на 1%, но при этом неплохие цифры по индексам PMI производственного сектора и сферы услуг. Особенно сферы услуг, потому что там существенно выше уровня 50 пунктов, которые отделяют стагнацию от восстановления. Я все равно скопически настроен в отношении перспективы доллара, потому что ранее озвучивал свою точку зрения. Считаю, что американский регулятор склонен теперь придерживаться выжидательной позиции. И несмотря на то, что все-таки был легкий намек на то, что на ближайшем заседании ставка снова может быть повышена 25 байсных пунктов, я думаю, этого решения уже не будет. Если бы на рынке присутствовали бы другие настроения, мы бы тут же увидели, как они отражаются в ожиданиях по росту процентной ставки на основании инструмента FedWatch. И медианный прогноз по тому пиковому значению по ставке, который сейчас видится многим экспертам и аналитикам, чуть выше 5%. Это гораздо ниже, чем та оценка и прогноз, который был обозначен еще несколько недель назад. И, на мой взгляд, то, что эта оценка держится в районе 5%, подсвечивает, друзья, то, что пиковый уровень процентной ставки, скорее всего, уже был достигнут. Американскому регулятору придется не торопиться с ужесточением политики, потому что нужно быть предельно внимательными с тем, что происходит с национальной банковской системой. Мы давно не слышали представителей американского регулятора, и вчера их молчание было нарушено. Глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари дал понять, что дальнейшее повышение процентной ставки ухудшит экономические условия, потому что усилит давление на кредитные учреждения, банкротство которых может отправить американскую экономику в затяжную рецессию и очень глубокий экономический спад. И на всем этом фоне Джеффри Гумблах, которого называют королем облигаций, прогнозирует, что это лето запомнится всем, потому что именно этим летом может начаться глобальный финансово-экономический кризис. Я доверяю его точки зрения, потому что он профессионал с большой буквы, но может быть слишком мрачно он рисует перспективы того, что произойдет, но он анонсирует рынок облигаций. И учитывая то, что мы помним те банки, которые уже обвалились, причина этого обвала и была связана с облигациями, я думаю, что есть как бы зерно истины в той риторике, которую он придерживался. И мы можем делать оглядку на эти заявления, ожидая ухудшения экономических условий и того, что ситуация в мире станет сложнее. Поэтому ФРС, который будет отвечать за экономику, потенциально столкнувшуюся с этим банковским кризисом, не будет уже придерживаться той политики, к которой мы привыкли на протяжении прошлого года. Я сторонник того, что доллар, друзья, будет дальше снижаться и в ближайшие недели мы все-таки можем увидеть тест поддержки 102 пункта. Золото 1960 долларов за тройскую функцию, ждем, соответственно, дальнейшего восстановления, ничего не меняется. По поводу американского фондового рынка S&P, 4013 пунктов тоже за продажи, ожидаю снижение ниже 4000 пунктов. Были вопросы относительно перспектив рынка криптовалют. Я скептик в отношении криптовалют, хотя понимаю, что из-за банковского кризиса очень большую ставку многие сделали на альтернативы, в том числе и на рынок криптовалют. Но сейчас очень сильно усиливается регуляторный контроль и давление со стороны регуляторов. Опять же, последнее инициированное расследование комиссии по ценным бумагам СЕК в адрес сервиса Coinbase биржи Coinbase Pion. Якобы эту биржу обменяют в предоставлении услуг по продаже незарегистрированных ценных бумаг. Буквально вчерашняя новость о том, что комиссия по торговле товарными фьючерсами CFTC тоже инициировала расследование за нарушение требований против криптобиржи Binance. И этот новостной фон, я думаю, вряд ли для вас неожиданность. Я много раз говорил, что после краха FTX регуляторы будут серьезно давить на отрасль. Это странно, конечно же, но многие рассчитывали, что не будет каких-то жестких карательных мер, а будут созданы условия для нормального, лояльного отношения инвесторов к этой индустрии и защите инвесторских средств. Но мы видим то, что регуляторы идут по не самому лучшему пути, предпочитают прям очень сильно закручивать гайки со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями. Полагаю, что все-таки рынок капиталит в ближайшие недели снова кажется под давлением. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!